Всем привет, это Дмитрий Горчаков и сегодня мы поговорим о том, насколько экологична атомная энергетика. В конце марта этого года Объединенный научный центр Еврокомиссии подготовил отчет об экологических аспектах атомной энергетики. Дело в том, что Еврокомиссия, это исполнительный орган ЕС, попросила этот свой научный центр разобраться в вопросе о том, стоит ли поддерживать атомную энергетику так же, как они поддерживают другие виды чистой энергии, например, солнечную или ветровую, в рамках своего зеленого курса. И вот ученые подготовили этот обзор и общий вывод его такой, что да, конечно, стоит поддерживать, потому что атомная энергетика на самом деле не грязнее и не опаснее, чем солнечная и ветровая. Но при этом она не поддерживается. И вот вывод этого отчета в том, что научных оснований для такой дискриминации на самом деле нет. Для многих это может быть довольно удивительный результат, хотя многие специалисты внутри отрасли давно об этом знали и давно об этом говорили. Давайте разбираться в нем подробнее. Не секрет, что многие страны мира, Европа в том числе, стараются справиться с последствиями глобального изменения климата или как-то затормозить этот процесс. То, что этот процесс идет, то, что наша планета нагревается, и то, что это вызвано действенностью человека, это уже научно неоспоримый факт. Я не хочу подробно на этом останавливаться. Для тех, кто почему-то еще до сих пор в этом сомневается, я могу посоветовать отличную популярную доступную лекцию ученого Алексея Якайкина, который рассказывает о том, как и почему это происходит. В первую очередь это происходит потому, что человечество за последние 100 лет бурно выбрасывало СО2, основной парниковый газ, основной, который добавляется сейчас в атмосфере и который не уходит быстрыми темпами. За счет сжигания углеводорода, за счет сжигания угля, произошло огромный выброс этого газа СО2. И сейчас многие страны стараются как раз снизить выбросы этого углекислого газа и тем самым как-то предотвратить какие-то катастрофические последствия. Европа на этом пути на самом деле один из лидеров. Они планируют стать первым в мире регионом, который к 50-му году, к середине нашего столетия, станет углеродно-нейтральным. То есть они не будут выбрасывать СО2, вернее будут выбрасывать столько же, сколько и утилизируют и потребляют. Не случайно именно из Европы идут основные новости о том, что там вводятся большие объемы возобновляемой энергетики или то, что разные страны объявляют о том, что они запрещают двигатели внутреннего сгорания с какого-то года и так далее. Хотя на самом деле в абсолютных показателях и по объему вводимых мощностей возобновляемой энергетики и по объему выбросов СО2 лидерами в мире являются США и Китай. Для реализации зеленого курса, для достижения этой климатической цели стать углеродно-нейтральными к 50-му году в Европе есть масса различных стимулирующих механизмов. Один из главных таких механизмов – это регулирующая политика таксономия. Это такой свод правил, который будет описывать и рекомендовать различным инвестиционным фондам, частным и государственным, то, куда можно вкладывать деньги, в какие технологии, какие считаются чистыми, а какие нечистые, которые не приводят к снижению выбросов и в которые вкладываться не стоит. Задача таксономии на самом деле шире, чем просто борьба с изменением климата. Это вообще формулирование всей экологической политики Европы. Там есть 6 задач. Это смягчение последствий изменения климата, адаптация к изменению климата, охрана водных и морских ресурсов, повторное использование ресурсов, сокращение загрязнений и защита биоразнообразия. Для того, чтобы какая-то технология была включена в таксономию, нужно, чтобы она помогала решать хотя бы одну из этих задач таксономии. А для остальных она не наносила какого-то серьезного ущерба. То есть по отношению к другим целям должен соблюдаться критерий does not significant harm. То есть она не наносит серьезного ущерба. Таким образом, включение в таксономию для какой-то технологии означает, что она в принципе будет в Европе развиваться, а если ее туда не включат, то это означает, что без национальной поддержки но она рано или поздно погибнет. Таксономию долго готовили и обсуждали и в первичном варианте она была принята в прошлом году. В нее уже включили ветровую и солнечную энергетику, а вот атомную не включили. На самом деле больших сомнений в том, что атомная энергетика помогает бороться с изменением климата за счет того, что ее выбросы СО2 очень небольшие и сопоставимые с солнечной и ветровой. Здесь сомнений на самом деле ни у кого особых нет. Вот на графике можно посмотреть удельные выбросы СО2 на единицу произведенной электроэнергии для разных видов генерации. Есть разные источники, цифры могут разниться, но в любом случае получается, что атомная энергетика, ветровая, солнечная и гидроэнергетика относятся к низкоуглеродным источникам энергии. Отдельно важно сказать, что на самом деле атомная энергетика сейчас в мире отвечает за примерно 30% всей низкоуглеродной энергетики, а в Европе за все 40%. Доля атомной энергетики в Европе в 28 странах ЕС 26%. Это больше, чем в любой другой неевропейской стране. А доля солнца и ветра в Европе всего 17%. Гидроэнергетики всего 12%. Таким образом, атомная энергетика уже вносит серьезный вклад в борьбу с изменением климата. На самом деле, по одному из основных сценариев достижения климатических целей в Европе, доля атомной энергетики в ней должна сохраняться на уровне хотя бы 22%. Но поддерживать атомную энергетику хотят далеко не все страны Европы. Поводом для отказа во включении атомной энергетики в таксономию стали усилия стран, в которых очень сильны антиядерные настроения. Это Германия, Австрия и Италия. Они не оспаривают то, что АЭС выбрасывает мало СО2, но говорят, что атомная энергетика наносит серьезный ущерб другим целям таксономии. Это касается в первую очередь радиоактивных отходов. То, что атомная энергетика производит радиоактивные отходы, ядерное топливо и у них вызывают вопросы о том, насколько это безопасно, насколько это наносит серьезный ущерб окружающей среде. И Еврокомиссия, чтобы подробно разобраться в этом вопросе, они не специалисты, но у них есть свой объединенный научный центр, которому они могут поручить разобраться в каких-то сложных вопросах, в том числе в вопросах изменения климата или энергетики. Мне кажется, вообще это довольно круто, когда есть у исполнительного органа какой-то научный совещательный комитет, с которым они могут посоветоваться, узнать о том, как то или иное решение вообще отвечает научной точке зрения. Это прикольно. В итоге эксперты представили 400-страничный отчет с обзором доступных научных исследований по всем жизненным этапам и циклам атомной энергетики. От добычи урана, производства топлива, эксплуатации самой станции, выводы ее из эксплуатации, то есть ее разборки, обращение с радиоактивными отходами, обращение с ядерным топливом, переработка от ядерного топлива и захоронение этих отходов. Все эти жизненные этапы они рассмотрели и сделали по ним выводы. В результате отчет состоит из двух частей. Первое, это сравнение всего жизненного цикла атомной энергетики и его экологического влияния на окружающую среду и человека. И сравнение это с другими видами производства электроэнергии. А вторая часть отчета как раз посвящена именно вопросу радиоактивных отходов и ядерного топлива. То, по поводу чего были большие сомнения у некоторых стран. Общие выводы такие. За жизненный цикл атомной энергетики удельные выбросы не только СО2, но и других загрязняющих веществ, это например оксиды азота, оксиды серы, мелкие твердые частицы, различные органика типа бензолов и формальдегидов. Так вот, по всем этим показателям атомная энергетика сопоставимо не хуже, чем солнечная и ветровая энергетика, а по некоторым даже и лучше, чем солнечная и ветровая энергетика. В плане образования химически опасных отходов, которые нужно захоранивать, а также по химическому воздействию на водоемы, атомная энергетика получается даже лучше, чем солнечная и ветровая. Кроме того, атомные станции наносят гораздо меньший вред биоразнообразию и экосистемам, потому что они занимают гораздо меньшую площадь. Дело даже не в том, что небольшая площадь у самой атомной станции или других электростанций сопоставимой мощности. Речь идет о площади, занимаемой всем жизненным циклом, то есть в том числе и добыче ресурсов и захоронением отходов. Кстати, удельная потребность в ресурсах для атомной энергетики тоже гораздо меньше, чем для солнечной и ветровой. Это все следствие высокой и самой высокой концентрации энергии в атомной энергетике среди всех видов генерации энергии. Но понятно, что у любой технологии есть не только плюсы, но и минусы. В этом плане у атомной энергетики, конечно, тоже свои минусы есть. Они отмечены в отчете. В первую очередь, это потребность водных ресурсов и тепловое загрязнение. В плане теплового загрязнения и потребления водных ресурсов атомная энергетика уступает фотовольтаике, то есть это солнечные панели и ветроэнергетики. Но она сопоставима по этим показателям с концентрационной солнечной энергией, это когда тепло солнца собирается зеркалами, и сопоставима с угольной и гидроэнергетикой. Что же касается вопроса радиоактивных отходов, то ему посвящена большая часть этого доклада и на самом деле вывод там тоже простой и однозначный. Да, радиоактивные отходы образуются, да, это проблема, но у нее есть решения. Причем эти решения, как по низкоактивным отходам и их поверхностному захоронению, так и по высокоактивным отходам и их захоронению в глубоких подземных формациях, все эти решения вполне безопасны и не наносчат какого-то существенного ущерба человеку и окружающей среде. При этом в докладе отмечено, что существует широкий научный консенсус о возможности безопасного обращения с радиоактивными отходами. Отдельно в отчете подчеркнуто, что в таксономию уже включены и одобрены технологии подземного глубинного захоронения СО2, при том, что эти подходы базируются на тех же научных данных, что и глубинное захоронение радиоактивных отходов. Что касается радиационного воздействия всего жизненного цикла атомной энергетики на человека, то отмечается, что оно очень небольшое и оно составляет всего одну десятитысячную от той дозы, которую люди получают от обычных природных источников, которые их окружают 24 часа в сутки. Это эквивалент на самом деле двух бананов. Есть такой банановый эквивалент. В бананах содержится калий-40, природный радионуклид, и если вы съедаете один банан, вы получаете дозу 0,1 микрозивер. Так вот, воздействие атомной энергетики эквивалентно тому, что человек съедает в течение года два банана. Но это все были на самом деле отдельные факторы воздействия на какие-то элементы окружающей среды. В каких-то из них атомная энергетика лучше, в каких-то хуже, в каких-то она сопоставима другими видами генерации. При этом ни один из показателей для атомной энергетики не является запретительным по критерию does not significant harm, то есть нигде атомная энергетика не наносит какого-то серьезного ущерба. Но чтобы оценить суммарное негативное воздействие на здоровье человека, разные виды генерации сравнивают по величине удельной преждевременной смертности или потерянных лет жизни на единицу выработанного электричества. И по этим показателям атомная энергетика уступает только гидроэнергетике, сопоставима с ветровой и превосходит солнечную генерацию. Ну и само собой, самые опасные в этом плане все виды сжигаемого топлива, особенно уголь, поскольку его выбросы реально убивают миллионы людей каждый год, не говоря уже о его влиянии на климат. Что касается аварий и серьезных инцидентов, тут есть два показателя. Первый – это число жертв при самой страшной аварии. Для атомной энергетики оно сопоставимо с гидроэнергетикой или крупными авариями в нефтяной индустрии и оценивается в 30 тысяч человек в случае крупной аварии. Причем, если для гидроэнергетики это исторические цифры реальных аварий, например, они происходили в Китае, то для АЭС эта величина расчетная, поскольку суммарное число жертв крупнейших аварий на АЭС Чернобыле и Фокусимы по оценкам Всемирной организации здравоохранения порядка 5 тысяч человек. Авторы отчета справедливо подчеркивают, что для общественного восприятия куда опаснее кажутся редкие, в случае атомной энергетики очень редкие события, но с большим числом жертв, чем частые, но менее фатальные события. Однако статистика показывает, какие на самом деле события приводят к большему числу жертв. И в этом смысле важен второй показатель. Это число жертв на единицу произведенной электроэнергии, Fatality Ray. По этому показателю АЭС второго поколения, которых сейчас большинство, лучше любого сжигаемого топлива и гидроэнергетики, сопоставимы с ветровой энергетикой и уступают лишь солнечной генерации. АЭС третьего поколения, которые строятся последние 10 лет и спроектированы с учетом как раз крупных аварий, превосходят по этому показателю все виды генерации. То есть это означает, что даже с учетом жертв Чернобыля и Фукусимы, атомная энергетика по числу жертв на единицу энергии сопоставима с включенными в таксономию ветровой и солнечной генерации и гораздо безопаснее, чем сжигаемые виды топлива. Более того, даже безаварийное сжигание угля и газа приводит к тому, что только в одной Европе ежегодно 400 тысяч человек умирают от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха. Атомные станции за счет того, что они работают уже давно и уже давно приводят к сокращению выбросов, подчислено, что они спасли примерно 2 миллиона человеческих жизней, что гораздо больше, чем спасли солнечная и ветровая энергетика. Таким образом, общие выводы отчета такие. Атомные энергетики отлично помогают предотвращать глобальные изменения климата, при этом нет никаких научно обоснованных доказательств того, что она наносит больший ущерб окружающей среде или человеку, чем уже включенные в таксономию ветровая или солнечная энергетика. Что же будет дальше? Теперь этот отчет будут еще несколько месяцев рассматривать другие комиссии, еврокомиссии по радиационной защите и по здоровью. И после этого будет вынесено какое-то решение. Скорее всего, до конца года будет принято решение по атомной энергетике и по другим видам генерации, по которым еще есть вопросы. Вопрос о том, будет все-таки атомная энергетика включена в таксономию или нет, до сих пор остается открытым. Хотя, на самом деле, какие еще могут быть вопросы после такого доклада? Какая была реакция на этот отчет? Европейский Greenpeace уже ожидаемо заявил, что на самом деле ученые не объективны, что все они связаны с атомной отраслью и Еврокомиссии нужно прислушаться к мнению общественности. Представители атомной отрасли, общественных организаций, бизнеса, конечно, с воодушевлением приняли этот отчет и даже высказывались мнения о том, что на самом деле после этого и Германии надо как-то пересмотреть свою политику в плане отказа от атомной энергетики. Примечательно, что в конце марта примерно в то же время лидеры семи европейских стран Франции, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Словении отправили в Еврокомиссию коллективное письмо как раз примерно с тем же требованием включить атомную энергетику в таксономию и их аргументы касаются не только изменения климата, что атомная энергетика этому помогает, но и тому, что это очень важная отрасль для экономики. Дело в том, что во всех этих странах, в первую очередь во Франции, конечно, атомная энергетика составляет существенную часть, там задействовано огромное количество людей, которые в ней работают и эта отрасль просто важна для экономики многих стран Европы, у которых атомная энергетика уже есть либо которые собираются ее развивать, типа Польши. Плюсом к этому, как раз примерно в это же время 46 некоммерческих организаций из Европы, в том числе экологических, в том числе и стран, которые отказываются от атомной энергетики из Германии, Австрии и Италии, так вот 46 этих некоммерческих организаций тоже написали большое письмо в Еврокомиссию с тем же требованием и просьбой включить атомной энергетику в таксономию, потому что она помогает превращать изменения климата. Может быть это тоже есть как раз то мнение общественности, которому призывает Гринпис. Подводя итог, хочется сказать, что довольно интересно все-таки смотреть за Европой, где так бурно обсуждается вопрос атомной энергетики, где так много копий ломается в этих дискуссиях, и когда говорят, что Европа однозначно отказывается от атома, нет, это неправда. Европа в этом вопросе далеко не едина, и там есть совершенно разные мнения, ведется дискуссия. Хочется надеяться, что эти решения в итоге будут приняты, они будут основаны все-таки на научных данных и результатах какого-то открытого анализа, а не на результатах политических или популистских заявлений. Какими бы эти решения в итоге не были, потому что климат на самом деле и люди, которые умирают от загрязнения воздуха, они ждать не будут. Все это происходит прямо сейчас, и в общем нужно принимать какие-то активные решения. И все решения, которые помогают бороться с изменением климата, их нужно задействовать. Текстовую версию этого разбора со ссылкой на все источники, графики, цифры и так далее можно будет найти под описанием к этому видео в моем блоге. Если вам понравился такой разбор, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите следующее видео на тему атомной энергетики.